Когда действует вот этот закон Божий, Ветхий Завет, когда он работает? Ну, во-первых, он был ограничен сферой применения Израилем. Этот закон не предназначался и не давался вообще для всех людей. Бог устанавливал свои взаимоотношения, установил свой завет именно с Израилем через Моисея и только с одним народом. Конечно, этот народ должен был нести свет Божий во все уголки земли. Он должен был быть свидетелем, хотя на самом деле он никогда не выполнял этого назначения, но Бог предусматривал, что это должно было произойти. Но если говорить строго и говорить точно по тексту Писания, то предназначался закон, который Бог давал через Моисея, весь Ветхий Завет, предназначался исключительно для Израиля. Откуда это я могу вывести такое заключение? Исход 34 глава 27 стих написано. Бог сказал Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем. Этот завет не заключался с языческими народами. К ним не относились эти заповеди и законы. Все заповеди и законы, они были исключительно для Израиля. Другое дело, что ядро закона Моисеева содержало те божественные установления, которые естественны для всех людей. И поэтому они часто повторялись в сознании людей, проявлялись в других народах, потому что они шли еще из той памяти, которую сохранили все народы от Адама через Ноя. И, конечно, память о том, что Бог говорил, как Он действовал и какие порядки устанавливал, должна была храниться у народов даже в самых далеких уголках земли, которые были отвержены и не имели никаких контактов с народом израильским. Но, строго говоря, этот завет и этот закон предназначался исключительно для Израиля. И более того, в послании к римлянам 3 глава 19 стих написано «Закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом». Он не говорит к посторонним, он говорит исключительно к тем, которые состоят под законом. Это было первое ограничение закона. Второе ограничение тоже очень существенное. Оно заключалось в том, что закон, по сути, не предназначался для того, чтобы спасти людей. Он не предназначался для спасения. Хотя, если бы кто-то выполнил закон, он был бы жив, он бы получил спасение благодаря исполнению закона. Об этом тоже говорит очень ясно Священное Писание. В римлянам 10 глава 5 стих «Исполнивши закон, жив будет им». И в Ветхом Завете об этом же говорит книга Левит, например, 18 глава и другие тексты. Но проблема заключалась в том, что человек не мог исполнить закон. Вот греховность человека не позволяла ему исполнить закон. И поэтому, как пишет в этой же 7 главе послание к римлянам апостол Павел, 10 стих, «Заповедь, данная к жизни, послужила мне к смерти, так как не живет в плоти моей добрая». И поэтому, хотя закон добр, и хотя законом можно было бы спастись, если бы кто-то выполнил его, но реально это сделать невозможно было. А Бог не мог дать более мягкий закон. Он не мог снизить свою планку требований, приспособить требования свои к возможностям человека. Потому что закон отражает божественную святость, он отражает святость самого Бога. И поэтому-то он такой строгий, этот закон. Но человек спасается верой, или, как пишет апостол Павел, человек оправдывается верой независимо от дел закона. Римлянам 3 глава, 28 стих. Независимо от дел закона человек оправдывается верой. То есть, Бог оправдывает человека верой, и это оправдание верой действует, оказывается, не только во времена благодати, во времена, когда Христос пришел и так ясно провозгласил оправдание по вере, но и в Ветхом Завете люди спасались точно так, как спасаются и мы, люди Нового Завета. То есть, они спасались верой в грядущего Мессию. А все дела закона, которые они совершали, по сути дела, были только проявлением той веры или доверия, которое они оказывали Богу, который провозгласил о грядущем Мессии. Так же, как и мы спасаемся верой пришедшего Мессию, который пришел, и вся наша жизнь, вся святость и все наши дела только подтверждают эту веру. Они идут вслед за верой, но никак не могут идти впереди ее. То есть, закон предназначался не для того, чтобы люди спасались, а для того, чтобы показать состояние людей, показать, что невозможно спастись своими делами, что Бог сам может только спасти. Закон предназначался для того, чтобы быть своеобразным зеркалом, в котором люди могли бы видеть себя, как пишет апостол Павел, если бы не было закона, мы бы не знали и своей греховности. Но тогда, когда есть это зеркало, показывающее наше собственное духовное состояние, вот тогда мы можем увидеть, что мы действительно грешники. А без этого человек даже не понимает, что он грешник, делая грех. То есть, закон, конечно, был очень важен, очень необходим был. Закон был детоводителем ко Христу. То есть, он подводил людей ко Христу, указывал на Христа, вел ко Христу. Он был тенью фактически будущих благ. То есть, закон был очень важен в истории человечества, но не для спасения, а для прообразного и пророческого указания на Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова